когда первые страсти по монархическому госперевороту в германии улеглись давайте попробуем провести небольшой анализ что же это было на самом деле вы знаете что на моем канале частенько выходят такие фильмы такие ролики которые обсуждают тему монархических различных тела движений которые происходят в нашем с вами мире казалось бы что та старая монархическая тема те цари короли и различные самодержцы в том числе и императоры они как бы канули в какую-то реку по имени лето но на самом деле мы видим что в германии они заново взялись за оружие и захотели провести тот самый монархический госпереворот на самом деле я не знаю было ли это в реальности тем самым госпереворотом или подготовка к нему либо это была такая знаете театрализация какого-то кукольного построения которое должно было отнять внимание от проказника шольца я не знаю на самом деле но если связывать все воедино все воедино то тогда получается больше склоняемости именно к тому что все-таки госпереворот государственный в этой самой германии намечался и я вам предложу вернуться туда дальше в глубину не неделями и даже не годом назад а еще больше когда известный вам персонаж ну который в том числе и меня подставил с этой темой он выступал по различным каналам с той пропагандой что якобы горбачев покойный ныне является тем самым условным принцем который поставит свою персону во главе какого-то очередного монархического государства он говорил что якобы горбачев везде согласован и вот ему только осталось прийти туда и сесть на тот самый трон где и какой ему предложат самое интересное что горбачев последние годы своей жизни и вся его политическая тусовка вот в этом разрезе проходили как раз той самой германии и я не удивлюсь что после смерти горбачева все те приспешники которые действительно его хотели возвести на монархический какой-то трон они действительно пустились в раздрай как всегда это бывает при неожиданной смерти начальника и начали делить всю ту несуществующую монархическую власть которую они хотели было сгрузить на него но которая в результате вот обломилась таким страшным образом это было с горбачевым параллельно шел другой процесс параллельно шел процесс с тем самым гоши георгием гокенцолерн который год или два тому назад я уже не помню все быстро меняется женился здесь в питере на ребеки итальянки и в результате этой свадьбы она поменяла имя стала совершенно другой женщиной а самое главное что в результате этой свадьбы они как бы вдруг стали королями царями императорами россии то есть русского народа причем один является коренным испанцем другая итальянкой а вместе когда они соединились вдруг стали почему-то претендовать на русский престол вы помните эту ситуацию вы помните все эти писки там как раз в том самом санкт-петербурге с которым сейчас у одного из оркестрантов не складываются взаимоотношения по линии наших патриотических сил но вот такой вот город этот санкт-петербург и он всегда был таким он всегда сеял все эти революции помните революции 1917 года пришла ведь оттуда окно которое петр первый прорубил и через который сам как последний как бы его назвать чертенок влез в россию вернулся в россию точнее оно ведь сквозило долго и привело в результате к этой болезни той самой революции семнадцатого года вот оно ведь как было то и сейчас там идут какие-то монархические свадьбы ну и наконец мы поняли что королева все-таки умерла попыток этих было миллионы за последние несколько лет я о них даже писать и говорить уморился я вам только отмечу что об этой попытке я где-то лет 7 тому назад написал в своей книге что она уже тогда умерла да может быть кто-то в это дело не поверил но знаете у каждых свои бывают соображение по тому или иному случаю с другой стороны была даже передача битвы экстрасенсов который в качестве испытания был поставлен вопрос тем самым экстрасенсом жива ли королева или не жива представляете то есть вот до такого момента дошли те сомнения относительно нее которые сформировались в обществе теперь действительно вот карл 3 чарльз чарльз и карл это одно и то же имя кстати если кто еще не знает вот он сегодня на днях представил теперь новые деньги со своим фейсом аптейбл и конечно же он такая большая красавица с типичным одесским лицом я кстати ничуть не утрирую ничуть не издеваясь но это действительно лицо такой знаете одесской торговки известной на которую на эту физиономию можно подобрать миллион людей с того же рынка потому что это типичный ближневосточная такая ну изобразительная вот такая особенность там масса всех этих особенностей и вот что сегодня у нас происходит буквально несколько дней тому назад одна из желтых газет которые все время то желтеет то коричневеет в пользу определенного кала она недавно выплеснула такое как бы старый сюжет на новый лад что пранкеры вован и лексус якобы разговорили принца гарри и тот сказал что он не прочь не прочь взять престол в россии и воссесть на нем вместо действующего нашего президента поэтому когда я обращаю внимание много внимания на тему монархии это не значит что это праздный какой-то мой такой знаете ли взгляд это значит что это действительно та дыра в полу через которую свищет и проглядывает мышиная и крысиная возня вместе со всех их харими и с тремя рожами как у крысиного короля и как у принцев с одной харей но все равно крысины и они они всеми своими вот этими выкрутасами они все время хотят свою попку примастырить к нашему российскому трону посмотрите внимательно еще раз я вам повторю то у нас горбачев хотел побыв всяким президентом и генсеком стать наконец-то матриархом патриархом императором каким-то другим может быть то у нас гоша гагенсолин женился и теперь сказал что все я ваш этот самый монарх то теперь принц гарри заявляет а у него ведь есть тоже как бы обоснование потому что он по своей линии по своей елизавете второй она то идет вообще от русских родов этих самых зарубежных немецких императоров а он естественно наследует ей вот такая картина с монархами и она на самом деле опасна для нашего государства поэтому когда песков сказал что они там в германии со своим этим госпереворотом все сами понавыдумывали это действительно так и на понавыдумывали они уже не в первый раз я опять вспоминаю того самого горбачева и судя по тому что несколько лет тому назад как раз до моих публикаций было огромное просто количество различных посещений в нашей россии именно этими монархическими кланами и самое интересное помните это огромное количество фотографий где с этими гагенсолерными которые у нас женились тут предыдущем году было сфотографировано огромное количество наших чиновников и генералов вплоть до губернаторов того же питера это в предыдущие годы сейчас вы заметили как изменилась эта самая повестка дня теперь уже монархов этих никто здесь не ждет никто их не обнимает в засос с ними не целуется и генералы своими звездами с ними вместе и рядом не блещут я считаю что это прекрасный итог такой знаете подковерной работы с другой стороны у меня есть такое подозрение что и она у меня всегда было что именно по этой части мне и прилетела такая заказуха по поводу того что я огреб от нашего благодарного государства в виде вот такого заказного судилища потому что как я уже много раз говорил что человек если он называет какую-то болезнь другими словами причем не я какой-то другой человек за это не может наступать уголовную ответственность вы представьте что вывод в каком-то разговоре скажете что это например не грипп а желтуха вы же не специалист не специалист и вы же понимаете что за это нельзя вас наказывать в уголовном порядке вот вот смысл всего заказа который сработал против меня и я думаю что он действительно в какой-то степени прилетел из этих самых монархических кругов потому что другого я просто обоснование так и не смог найти а мелкие здесь какие-то всевозможные дрязги я сомневаюсь что кто-то стал бы платить огромные миллионы долларов которые вдруг оказались на счету у мужа моей так скажем не буду называть ее ни фамилии не имя должность ну так который осуждал в итоге у нее вот у мужа оказались 50 миллионов рублей на счету причем перед этим и после этого были абсолютные нули это в сми есть вскрыто я просто не хочу на эту тему делать отдельного ролика потому что считаю что это пока не своевременно но ситуация с опасностью возвращаемся теперь к принцу гарри она существует потому что ему теперь во многом может быть обломиться там на своей родине в англии и ему теперь при такой супруге может быть следует поискать место для припаркование своего зада где-нибудь в другом царстве государстве честно говоря я не хочу чтобы у нас этот принц гарри был каким-то королем или монархом даже шуточным почему потому что раз он выбрал себе в жены такую девушку и я не могу даже у меня слов нет которыми я мог бы заменить все то ругательство которое мне по отношению к ней и существует хотя внешне она так более-менее ничего но все равно не царского рода понимаете царица царевна принцесса это все должно быть такое воздушное такое возвышенное но дальше я просто не хочу говорить поэтому я в очередной раз обращаю ваше внимание на то что у нас из сторон той самой англии германии и различных других проявлений не прекращаются попытки ввести у нас опять монархический строй чтобы мы опять стали крестьянами ходили в этих самых белых рубахах ладно с этими рубахами но в лаптях и работали на какого-то немецкого барина а они потом играли в карты и проигрывали нас целыми семьями деревнями и городами вот такое у нас было монархическое устройство до революции и иногда подумаешь что спасибо революции потому что эти господа они вообще здесь были не то что чужими а просто захватчиками я не знаю почему в девятнадцатом веке если они реально существовали в этом я сомневаюсь кстати но если они реально существовали я не понимаю почему их отсюда не вытурил народ чё терпел то вообще зачем все это нужно было почему нам все время навязывают каких-то чужестранцев в качестве наших царей и императоров почему зачем для чего и у нас есть законно избранный президент кому-то он там подходит кому-то какие-то вопросы возникают но закон есть закон выборы есть выборы надо подчиняться законно избранному результату и не допускать всех этих переворотов я например категорически против любых форм государственных переворотов в нашей стране особенно но также и за рубежом поэтому меня очень сильно удивила та ситуация которую пресекли в германии если она действительно еще раз повторяю было то нужно нужно по вопросу монархии еще раз очень сильно задуматься